Дорогие друзья, всем добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре компания Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – управление перевозками Axelot TMS, практика использования системы от имени компании ITR. Ведущим вебинара выступят я, Константин Старовойтов, менеджер по работе с клиентами, и Николай Кириченко, ведущий консультант TMS. Компания Axelot работает на рынке информационной технологии с 1998 года. С момента создания мы добились того, что наша компания стала устойчиво ассоциироваться с инновациями, масштабными проектами, умением найти подход к решению нетривиальных задач клиентов. Axelot сегодня относится к числу успешных и авторитетных компаний, занимающихся автоматизацией управления и учета. Ко всем проектам мы подходим комплексно, то есть мы не ограничиваемся автоматизацией, но также обеспечиваем заказчика качественными услугами в сфере IT-консалтинга. Компания Axelot занимает ведущие позиции по многим этим направлениям, из которых укропненно можно выделить три. Первое – это логистическое. В рамках данного направления компания Axelot занимается автоматизацией складской и транспортной логистики, используя такие программные решения, как 1С ВМС – логистика управления складом и Axelot TMS – управление транспортом и перевозками. Второе направление – корпоративное. В рамках данного направления специалисты компании Axelot выполняют проекты по автоматизации финансового учета, документы оборота, продаж, закупок и других участков деятельности компании. И третье, самое молодое направление – это композитные решения собственной разработки. Сюда можно отнести такие продукты, как НЦИ – управление новой темой спрашивой информацией и Axelot ESB – сервисные решения данных. В ходе проектов автоматизации Axelot использует различные программные продукты, разработанные совместно с компанией 1С. Это позволяет совмещать высокую работоспособность платформы 1С и наши многочисленные знания в сфере информационных технологий. Перечень совместных решений можно увидеть на слайде прямо сейчас. Помимо совместных решений с компанией 1С, Axelot занимается разработкой собственных программных продуктов. К примеру, Axelot ESB – сервисные решения данных, которые применяются для интеграции информационных систем и повышают их общую производительность. Также, собственное решение по управлению транспортными перевозками Axelot TMS, о котором сегодня поговорим поподробнее. Итак, что касается нашего продукта Axelot TMS – управление транспортными перевозками. Он состоит из нескольких модулей. Первый называется «Управление перевозками». Он служит для автоматизации процесса планирования перевозки, формирования рейсов доставки, а также контроля их исполнения. Второй модуль называется «Управление автотранспортом». Он предназначен для учета собственного транспорта компании, учета затрат на ГСМ, планирование и ремонт транспортных средств. Третий модуль – «Спутниковый мониторинг». Он предназначен для онлайн-мониторинга и передвижения транспортных средств при помощи интеграции системы GLONASS, GPS и Android Client. Android Client позволяет контролировать выполнение перевозок в режиме реального времени с возможностью ввода дополнительной информации об исполнении заявки с помощью мобильного устройства. Сейчас поговорим об основных возможностях программы «Аксио-Октомэйс» с управлением транспортным перевозками. Прежде всего, мы можем автоматизировать все типы перевозок. Можем планировать автоматические рейсы с подключением кодекартических сервисов. «Аксио-Октомэйс» служит для расчета стоимости перевозок транспортных компаний, для учета затрат, для спутникового мониторинга и контроля груза перевозок в режиме реального времени. Очень интересное решение – это Android Client для водителей, который позволяет управлять их работой в режиме реального времени. Программа «Аксио-Октомэйс» с управлением транспортными перевозками официально включена в реестр единых программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Почему стоит работать «Аксио-Октомэйс»? Во-первых, как я уже говорил, компания «Аксио-Октомэйс» работает на рынке с 1998 года, поэтому мы довольно-таки стабильная, финансово устойчивая компания. У нас в компании есть огромный штат консультантов, архитекторов, разработчиков, которые обладают высокой компетенцией в управлении проектами. Мы можем оказывать отраслевую экспертизу, имеем опыт построения высоконагруженных систем, а также можем оказывать поддержку в режиме 24 на 7. Теперь я передаю слово своему коллегу Николаю и поговорим подробнее о проекте ITR. Добрый день, коллеги, еще раз. Я являюсь консультантом, который внедрял данную систему в компании ITR. Ну и хотелось бы, наверное, рассказать о том, как проходил процесс, какие цели мы ставили перед собой, как мы это реализовывали и, соответственно, от чего добились. Давайте начнем, наверное, с, скажем так, нескольких слов о компании. Компания называется ITR. Создана была компания в 2003 году. И за прошедшее время компания стала уверенно завоевывать новые рынки, привлекать новых поставщиков, завоевывать авторитет покупателей и, скажем так, расширяла свою дистрибуцию автомобильных шин ведущих азиатских и европейских производителей. К слову, компания ITR является дочерней компанией Itochi Corporation, наверное, многим знакомым, особенно автолюбителям. Это крупный азиатский гигант по дистрибьюции шин. Поэтому компания себя сразу позиционировала как стабильно развивающейся и данная цель в компании является основной и по сей день. Для этого у компании постоянно на складе хранится порядка 300 тысяч всяких разных автомобильных шин, разных размеров, разных брендов и разных направлений. Ежегодно компания продает порядка полутора миллионов шин розничным и азиатным покупателям городов Москвы и остальных крупных и менее крупных городов России. В настоящее время в компании есть шлиалы в городе Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Самара и Воронеж. Как я уже говорил, компания взяла курс на устойчивое развитие. Поэтому в компании был разработан некий проект по расширению интернет-сервиса по продажам. Ну и как мы все понимаем, расширение сервиса, расширение продаж всегда влечет за собой повышение количества запросов на доставку. Помимо этого в компании был произведен внутренний логистический аудит, который показал, скажем так, сильные и слабые стороны, как это бывает. И как раз одной из, скажем, слабых сторон являлось логистическое подразделение. То есть в компании было принято решение, что необходимо повысить эффективность службы доставки. В результате этого же аудита компания пришла к выводу, что на данный момент у нее нет четкого инструмента для расчета затрат на доставку единства товара. Ну а как мы знаем, это один из ключевых показателей для логистики, в том числе для, допустим, отдела продаж для ценнообразования. Данные предпосылки компания трансформировала в некие цели, которые должна была решить ТМС-система. И давайте, наверное, подробно остановимся на каждом из них. Первая цель – это автоматизация управления собственным автопарком и перевозками. Вторая основная цель – это фиксация расходов и управление затратами на собственный подвижной состав, в том числе не только грузовые транспортные средства, но фиксация расходов была осуществлена у них и для легкового транспорта. Третьей целью внедрения была автоматизация взаимодействия с внешними перевозчиками. То есть целью была поставлена минимизация взаимодействия между логистом заказчика и логистом или оператором у перевозчика. И последняя цель, она, скажем так, была как развитие сервиса по продажам – это мониторинг исполнения доставок в режиме онлайн. То есть компания имеет возможность на данный момент свое онлайн-табло мониторинга доставки заказов демонстрировать в том числе и клиентам. Но об этом я расскажу немножечко позже. Говоря о внедрении проекта, в первую очередь, наверное, нужно рассказать о том, с какими входящими данными мы работали. Здесь указаны примерные данные. Опять же, где-то больше, где-то меньше. Поэтому стоит понимать, что это средние значения. Давайте по ним пройдемся. Среднее количество доставок в день – это порядка 250. Мы прекрасно понимаем, что шинный бизнес – это, скажем так, сезонная работа. Поэтому летом есть некий спад продаж, а зимой, соответственно, подъем. В среднем, опять же, если можно так было посчитать, это 250 условных заказов в день. В соответствии с планами по расширению, компания планирует доставлять порядка 600 и более заявок. В день, опять же. Количество собственного грузового автопарка – 16 единиц. Туда входят машины от 700 килограмм грузоподъемности до 20 тонн, соответственно. Как я уже говорил, было автоматизировано в том числе учет затрат легковых тахтных средств, количество которых составило 7 единиц. В результате, скажем так, работы с наемными перевозчиками изначально их было 2 единицы, то есть 2 транспортные компании, с которыми работала компания ITR на начало проекта. И закончили мы этот проект с 4 разными перевозчиками. В перспективе, как с нами поделился один из руководителей транспортного отдела, их будет порядка 12 единиц. В том числе у этих перевозчиков планируется заказывать от 5 до 20 единиц подвижного состава, в зависимости, опять же, от сезона и, впрочем, даже от дня недели. Здесь наглядно хотелось бы показать вам расположение офиса ITR, который находится внутри 3-го транспортного кольца, и склада, с которого осуществляются все основные отгрузки. На карте, может быть, не очень хорошо видно, но склад находится в районе малого московского кольца, так называемая бетонка. Офис находится внутри 3-го транспортного кольца, что, само собой, создает некие ограничения по въезду транспортных средств. Как вы знаете, внутрь 3-го транспортного кольца машина с подвижностью более 1 тонны, без пропусков, въезд запрещен. В рамках реализации проекта данные ограничения были учтены, и это, скажем, не стало серьезным ограничением для программы. Теперь хотелось бы рассказать о неких элементах бизнес-процесса заказчика, которые мы условно поделили. Скажем так, для упрощения работы программы и для упрощения внедрения нашей программы в бизнес-процесс заказчика по доставке товара. Первое – это управление заявками заданиями на перевозку грузов. Второй элемент – это планирование рейсов. Третий – это проведение тендеров выбора перевозчиков в рейсы. Четвертый – это такой совсем маленький элемент, но, тем не менее, товароспроительная документация является отдельным элементом в нашей системе. Это выдача справительных документов. Заказчикам было говорено, что в рамках реализации проекта это будет только почему лист, хотя система позволяет печатать несколько разных видов товароспроительных документов, в том числе товарно-транспортные накладные, ЦМРки и в том числе доверенности даже. То есть там достаточно широкий спектр возможных документов для печати. Пятым элементом стало исполнение рейсов, в том числе с помощью логиного клиента, того самого андроида клиента, андроид-клиента, о котором говорил Константин. Мы о нем, кстати, поговорим еще немножко позже дополнительно. Следующий элемент – это тарификация услуг на перевозку. Ну и в заключении – это учет затрат на перевозку, в том числе учет затрат на ГСМ и ремонты. Почему он выделен отдельно? Потому что заказчик пожелал разделить затраты, отдельно видеть затраты на ГСМ и ремонты, отдельно все остальные свои затраты. Теперь хотелось бы поговорить о неких преимуществах, так называемых фишках нашего проекта, которые были внедрены, скажем так, первый раз. Первый и, хочу заметить, успешный опыт внедрения. Начну я, наверное, с самых значимых. Это, в первую очередь, использование андроид-клиента как основного рабочего места для водителя. Да, прошу прощения, на каждой фишке мы уделим отдельный слайд, и я о них расскажу позже, сейчас я хочу просто их перечислить. Второе – это использование портала перевозчиков в качестве основного инструмента работы с наемными транспортными средствами. Третье – самостоятельный контроль исполнения рейсов перевозчиков в ТМС-системе. Модификация функционала критических рейсов для полуавтоматического создания кольцевых маршрутов, создания и использования рабочего места закрытия рейса, которое изначально называлось рабочим местом водителем. Скажем так, с помощью ТМС выполнялось распределение последовательности заданий на сборку товара на складе. Рабочее место склада, так называемое, в корпоративной информационной системе. Сразу хочу заметить, что со стороны заказчика данное рабочее место выполнялось с помощью их программистов. Мы устраивали только правильную интеграцию. Теперь давайте подробно остановимся на каждой фишке. Первое – это наш Android клиент. С помощью него водитель, да и любой человек, у которого есть телефон с операционной системой Android и установленное мобильное приложение может получить полную информацию о своем рейсе. Будь то водитель, будь то логист, даже руководитель транспортной службы. Имеет полное видение того, куда ему ехать, что ему грузить, что ему разгружать и примерное время доставки, когда необходимо ее совершить. Помимо того, что мы можем видеть рейс и все работы по данному рейсу, данное приложение дает доступ к некому маршрутизатору, встроенному в операционную систему Android. Это с помощью Google Card. Мы видим как раз третью картиночку. Система позволяет построить оптимальный маршрут с учетом пробок до следующей точки доставки товара. Помимо этого, приложение предоставляет доступ к прямому общению посредством сообщений со своим логистом. Водитель всегда может написать сообщение, нажать на некую тревожную кнопку, подать сигнал о том, что он сломался или попал в аварию, и там на него совершено некое нападение. То есть Android клиент – это полноценное рабочее место, в том числе для водителя, которое предоставляет доступ к полному спектру возможностей по контролю за маршрутом. Следующая фишка – это портал перевозчиков. Он предоставляет собой некую веб-форму, которую мы можем открыть в любом браузере и увидеть все заказы на транспортные средства, если вы являетесь компанией-перевозчиком. То есть если у вас есть некие договорные отношения с компанией, у которой установлена данная система управления перевозками, и вы являетесь его аффилированным партнером, компания может завести вас как внешнего пользователя-перевозчика, так называемого, и вы можете в режиме реального времени отслеживать все заказы на транспортные средства. В том числе вы можете увидеть заказы по грузоподъемности, по зоне погрузки, зоне разгрузки и плановому началу рейса. Как развитие данного функционала для данного проекта был расширен функционал, который позволял перевозчику самостоятельно исполнять рейс в данной веб-форме. До этого момента, чтобы пройти рейс, то есть создать некие подчиненные документы к маршруту, необходимо логисту, заказчику системы, необходимо было позвонить перевозчику, уточнить. Как мы прекрасно знаем, перевозчик может забыть или не всегда владеть информацией о том, где находится его водитель, следовательно, это дополнительные звонки по уточнению, где он находится, когда он примерно планирует быть в точке назначения. Сейчас эта необходимость отпала, и перевозчик самостоятельно видит свои незавершенные рейсы, понимает, что необходимо уточнить статус транспортного средства, и когда он прибудет в точку, и самостоятельно отметить о том, что рейс выполняется, либо уже выполнен, либо завершен, как мы видим на данном слайде. Данная разработка, скажу так, сильно экономит время логиста на общение с представителем перевозчика, и, скажу честно, она достаточно удобная. Следующая фишка создания кольцевых маршрутов. Хочу, наверное, сразу пояснить, кольцевой маршрут это маршрут, по которому транспортное средство начинает работу в одной точке, проходит некоторый маршрут и возвращается в ту же самую точку. Для данной компании кольцевые маршруты были реализованы немножечко сложнее с одной стороны. У нас кольцевой маршрут состоял всего из двух точек, но в этих двух точках происходил полный спектр работ, то есть и погрузка, и разгрузка одновременно. На момент реализации проекта система достаточно сложно реагировала на два типа работ в одной точке, но тем не менее все сложности были преодолены, и в данный момент система практически в автоматическом режиме позволяет создать кольцевой маршрут. В данной компании кольцевой маршрут состоял из погрузки на складе, разгрузки в торгово-сервисном центре, заданий погрузки следующий, то есть товаросправительных документов в том числе, как я уже сказал, загрузки и обратные разгрузки на складе. Перейдем дальше. Следующая фишка это рабочее место закрытия рейса. Данная обработка позволяет скажем так, консолидировать функционал закрытия путевого листа, контроль исполнения и закрытие рейса. Для вашего понимания данные все действия выполняются на разных рабочих местах, выполнялись до введения данной разработки, но с ее введением мы получаем существенное упрощение по закрытию путевого листа, по контролю исполнения и закрытия. Справедливости ради надо сказать, что данное рабочее место изначально предназначалось для водителя. Примерная схема должна была быть такой. У каждого водителя есть свой уникальный бейджик, который он прикладывает к штрихсканеру, система автоматически идентифицирует водителя, потом водитель сканирует штрихкод своего путевого листа, система находит нужный путевой лист, нужный рейс, тем самым исключая человеческий фактор, то есть ошибку в поиске необходимых рейсов путевых листов. После этого водитель самостоятельно вводит данные по пробегу, данные по прохождению рейса, тем самым закрывая и путевой лист, и рейс. Перейдем дальше. Здесь, как я уже говорил, далее пойдут некие интеграционные фишки, которые заказчик не позволил демонстрировать, потому что они являются некой коммерческой тайной. то, как раз о чем я говорил, это создание онлайн табло мониторинга заказа в корпоративной системе. Оно представляет собой обычную табличную часть, в которой каждый менеджер и каждый человек, зашедший на форум, может видеть текущий статус заказа, в каком состоянии он находится, увидеть примерное время завершения рейса, когда заказ будет доставлен. И плюс, так как работа всех менеджеров происходит в корпоративной информационной системе, то дополнительно менеджерам никуда не нужно обращаться. Они в любой момент могут увидеть, в каком состоянии находится заказ и тем самым не беспокоить логиста, что тоже взялось некой проблемой в данной компании. Постоянные ответы на вопрос, где находится наш товар. еще о чем нужно было рассказать бы, это рабочее место склада, так называемая опять же интеграционная фишка, которая построена с нашей помощью. Рабочее место склада представляет собой некую ВМС систему, но с очень-очень сильно ужатым функционалом. То есть по сути система ТМС давала распоряжение складу в какой последовательности собирать товар и в какой последовательности его грузить. Вот, пожалуй, это и все, что можно сказать о данном рабочем месте. Говоря о интеграционных фишках, необходимо отметить, что обмен данными осуществлялся с помощью нашего программного продукта Axelot ESB Deteryon. В качестве корпоративной информационной системы выступала 1С УПП в редакции 8.3. В качестве системы управления транспортом выступал Axelot TMS в третьей редакции. Ну и дальше уже некое завершение. Расскажу о достигнутых результатах, чего мы все же добились. Первое это автоматизированные все заявленные элементы бизнес-процесса доставка товара. то есть все то, о чем мы говорили управление заявками, ношутизация, проведение тендеров все было автоматизировано на должном уровне. Второе это персонал заказчика обучен успешно использовать TMS Android клиент. С первого взгляда покажется, что это не такое большое достижение, но принимая во внимание персонал заказчика это люди, которые привыкли работать с Excel, с бумажками и с несистемными носителями информации, которые видели платформу 8.3 в первый раз, это достаточно серьезное достижение, я считаю, не говоря уж об Android клиенте. Android клиент был установлен на новейшие телефоны, новейшие смартфоны ZTE Blade. Скажем, персонал транспортной службы, а именно водители, это в основном контингент людей, которые достаточно далеко за 50. Ничего не хочу сказать, это очень профессиональные водители, у них достаточно большой стаж, и в том числе безаварийный, но когда им отдавались эти телефоны с настроенной программой, в глазах процентов 90 людей, я посчитал некий ужас, что это такое и как с этим работать. Тем не менее, спустя некоторое время, в том числе и обучение данных сотрудников пользованию функционалом, все достаточно быстро поняли, осознали, как с этим работать, и в данный момент успешно используют Android клиенты и TMS. Еще стоит заметить, что данный проект консолидирует в себе весь возможный функционал TMS, за исключением, наверное, мультимодальных перевозок и работы с номенклатурой. мультимодальные перевозки просто не были необходимы заказчику для работы с номенклатурой, не было выберено НСИ, поэтому решили отказаться от данного функционала. Как я уже говорил, следующий результат это создание онлайн-мониторинга статусов заказов покупателей, которые теперь заказчик имеет возможность транслировать в том числе на свой сайт, оказывая некий дополнительный сервис. В завершение сухими цифрами говоря, автоматизировано 10 рабочих мест водителей и 4 рабочих места логистов. Теперь после завершения проекта и общения с руководителем проекта мы решили уточнить нити планы, что дальше собираются делать и достаточно ли успешно прошла наша работа. Получили достаточно хорошие отзывы о том, что все сработано на должном уровне. О дальнейших планах сказали коротко, но достаточно ясно, что теперь компания имеет новый уровень оптимизации транспортной логистики и забегая вперед сказали, что есть некие планы на внедрение системы управления складом на основе решения компании Axelot. На этом я пожалуй свой рассказ закончу. Благодарю всех за то, что посетили наш вебинар и всем удачи, до связи, до свидания. До свидания. До свидания.